Было несколько причин приехать в Москву. Качок пьет, все, свой. Вот чем отличаются профессионалы от вот тех, блядь, горе-горе качков, как я. Башка, есть кто-то, у кого больше айвипропозов, чем у тебя, подогрева? Раньше все топтались на России годами. Вот были времена, когда прокарта, все просто... У качков есть силовая выносливость. Я такой, знаешь, такой фанатичный, как бывает в этом спорте, да. Херамика у всех, обсуждал всех. Ванька, сейчас даже камера не вычинит. Ты включил уже ее, да? Да, работаю. Ребята, всем привет. С вами Мельников Андрей. Я вот у Руслана камеру отжал, пока он там, вон, качается. Так что сегодня здесь большой слет спортсменов. Вот там ребята, мы к ним попозже подойдем еще. Не знаю, здесь видно будет. О, вон Юлька стоит. Так. А Руслан пока делает спину. Так, я куда-то... Я, короче, попытался остановить. Я, говорит, пытался остановить. Нет, ну нет. Все отлично. Друзья мои, это, профи памп. У меня слетка был 500. Было несколько причин приехать в Москву. Ну и до 7 вечера с ним было время, поэтому я приехал тренироваться. Причем задача сделать это тяжело. Я не знаю, будет ли возможность у меня сделать это в следующие дни. Это Пашка. Немножко я ждал. Человек, который был бы рад тут жить. Очень рад. Но он тут не живет. Юлька, ты прям что-то в форме. Ты в форме. А куда вы уже это? Пока никуда. Пока только мы все туда живем. А вот Ванька. Здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте. Мои приветствия. Вот так вот. Что здесь снимаешь? Кого? Чего? Что ты снимаешь? Себя. Нет, вообще, ребят. Тебя. Ребят. А, себя. А у меня слет был 500. Слет был 500. А. И я между делом, да, решил покачаться. Перед тремя днями неправильного образа жизни, я решил. А, у тебя сейчас 3 дня будет. Ну, там будут учеба, учеба, еда неправильная, не пить надо, они выпьют все. Секрет. Берете тоник горький и ходите со стаканом тоника со льдом. Спрашиваю, что там говоришь? Джинс тоником. Все не переживают, люди не нервничают, что ты не пьешь, иначе у них стресс. Вот, они такие, качок, пьет, все, свой, братишка, нормально, с тобой можно общаться, значит, иначе люди переживают. Понятно. Ты свою тренировку снимаешь сегодня, да? А, я всех снимаю. Всех, кого здесь, да? А, вот всех, кого вижу, вот, Юлька делает ногу. Юля качает одну ногу, видите? Да, одну. Вот. И мы сегодня тоже Юльку снимаем. Да, Юлька снимает. Еще я приехал поздравить. Я видел у тебя в этих, в этих, в инстаграме. Мне показывать нечего, а потом я решил ребят показывать, да. Я видел, что это Голубочкин младший. Да, сегодня мы, вчера снимали тренировку, сегодня уже залетел. Кто-то, кто-то там есть. Я ролики не видел, но я в инстаграме видел, что они есть. Продвигаем немножко спортсменов, да, поэтому... А, у тебя все ребята получаются, наверное, NPC-шные, NBC-шные, а нет? Нет, 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 не обязательно. То есть у меня нету планок там только снимать NPC или NBC. Вообще всех. И в Питер, может быть, доедем кого-нибудь поснимать. Сейчас немножко разгонимся, знаешь, очень большой отклик. Интересно. Я же раньше только это... Уисосил всех. Только это самое. А теперь что, вырос, повзрослел? Теперь, видимо, да, повзрослел. Теперь решил поменьше угар с ума там, снимать ребят. Более интересный такой контент. Более такой... Тут такие все заходят, такие... А, Водянов не матерится, не ругается, отписка. Отписка. Хороший контент. На самом деле, прям хорошо. Пошла подписка и просмотр. Да, очень замечательно. Интересно, да. То есть, вкладываться стали в видео посерьезнее. Пока я пропиздил с Ваней Водяновым, как настоящий профессионал, Андрюха качается. Вот чем отличаются профессионалы от вот тех, блядь, горе-горе качков, как я. Андрюха Пашев. Не, я, конечно, здоровый, но, блядь, профессионалом. Андрюха, сделал, ты по одной руке тяги. Я видел, ты работал одной рукой. Я пока разговаривал, смотри, снял. Сдалека, ты снимал, да? Да, я снимал. Посматривал. А тебе нравится даже одной рукой выполнять в целом? Слушай, у меня сейчас просто задача такая, как бы, поработать над спиной, потому что небольшая асимметрия, я замечаю. Плюс, ну, как бы, мы сейчас с массажистом работаем по поводу зажатости. И вот, ну, как бы, параллельно к этому я еще пытаюсь немножко сменить акценты. Ты делаешь смещение в количестве объема работы или просто работаешь объем одинаковый, но по одной руке, чтобы по концентрации и так далее? Ну, вот я сейчас, грубо говоря, пробую, смотрю, в чем проблема. И, как бы, такое есть небольшое сомнение в том, что, как бы, вот, знаешь, меньше, меньше по размеру одна даже, широчайшая. Вот, поэтому я стараюсь чуть больше ее нагружать. Поэтому, да. Больше, качаешь остающую больше? Да, поэтому, собственно, и по одной руке, поэтому вот такая вот работа. Я слышал, видел много рассказов про Рони Колмана, что в начале его карьеры у Рони отставала, широчайшая одна, даже фотографии есть. И, что он работал много с массажистом, у него было... Ко чему потом починили тупо, что спина, плечо, и он стал компенсировать. Ну, вот у меня, я так думаю, что, видимо, примерно такая же проблема. Хорошо. Раз у тебя такая же проблема, мы все будем дружно надеяться с пацанами, что у тебя будет, она решена и будут такие же успехи, как у Рони Колмана. Ой, это я... Пусть категория 212, но... Да, это я надеюсь. Мы тоже все. Погнали. Учи. Тяга, тяга. Тяга к животу. Обратный хват. Да. Ну, здесь пока что я начинаю с одинаковым весом, а там посмотрим. Даже вес может сделать разные две руки? Да. Ну, так вам слышно, ребят? В общем, Андрей сказал, что в тяге в этой он сейчас начинает весом одинаковым, а потом есть вариант того, что он на разные стороны повесит разный вес. В комментариях будет? Да нахер вы это снимали, потому что жопу Юлькина снимали. Жопу Юлькина тоже снимать надо. Пацаны, сейчас нужно поставить много лайков, тогда в кадре появится Юлькина филейная часть. Да. Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А ты, я прям смотрю, далеко отодвигаешься, да? А я прям, да, получается, я таз сзади, почему-то это растяжение широчайших, ну, по ощущениям сильнее. Масл Мэн. Масл Мэн, опять обживается, бля. Что, не успел прийти? Либо это было масл, это вот такая дикция. Мы сегодня должны были, это масл. А, это было масл. Маскулистый. Маскулистый. Так что, поправочка. Сегодня должны были качаться с братюней. Да пока братюня что-то доехал, в вашем Москве. Что, понимали, навигатор говорил час, а приехал во два. Ну, я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь покачаемся. Приезжай в Питер. Блин, ну, есть такие мысли, но не могу назвать точные сроки. Ну, нам хотелось бы на новогодние праздники с Юлей попасть. Почему нет? Ну, хоть на какой-то денек никогда не видел, потому что зимой. Может быть, многие, ты тоже видел особо зимой заснеженный Питер? Это, наверное, не часто, но бывает. Почему он заснеженный? В основном он петр грязненький зимой, но бывает. Ну, как повезет. Я, наверное, хотел подгадать. На Невска всегда красиво, один фиг. Висюльки вот эти все, и фонарики. Мы же много чего не видели там, нам было бы интересно. Короче, приедут, спорт-лайв такие. И опять еще не увидим. На самом деле, есть обалденный спорт-лайв, который прям с видом на центр города. Вот, поэтому очень удобненько. Который самый большой? Нет, не самый большой. Самый большой, наоборот, он, так скажем, на отшибе. На Лиговский проспект. Короче, есть. Можно приехать, красиво покачаться, красиво погулять, и все в одном месте. Ну, значит, будем работать над этой идеей, над ее исполнением, воплощением в жизнь. Кстати, Юлька там сидит для красивого кадра, типа, уставшая, типа, такая. Нет, ну она же сейчас, вон, реально погибает. Погибает, как-то жестко, что ли? Хромает еще для них, хромает. Хромает. Все, Андрюха попер по одной руке, смотрите, делать. Пах. Ты как относишься к одностороннему тренингу? Замечательно. Но не во всех упражнениях. Знаешь, когда тягу верхнего блока делают, и начинают вот такие перекосы, не очень ядобря. А если есть специальные, ну, отдельные, автономные работы... А, подожди, у меня верхний блок, когда один рычаг так тянут? Именно так. Мне такого не видно. Вот я, к сожалению, вижу нередко. А где есть возможность работать автономно по одной руке, очень даже положительно. Пашка, есть кто-то, у кого больше ай-бипропы, чем у тебя подготовленных сейчас? Слушай, ну, в России? Ну, блядь, я с ним в России. Блядь, слышно, хотел, типа, он решил на максималках выебываться, типа, сразу. Нет, 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 такой возможности на максималках пока нет. Слушай, насколько я знаю, пока все-таки есть. Но за такой срок нет точно. И чтобы все люди были в разных категориях. Вот такого точно нет. Но вроде есть человек, у кого семь. Ну, по крайней мере, он говорит об этом. А это кто? Елена Киршина, если я не ошибаюсь. Кто это? Ну, возможно, это не совсем правда. Ну, кто-то... Про то и было такое лицо. Я хочу уточнить, мне не лично об этом сказали. Просто мне сказали, что вот у этого человека семь АФБПРО. Я говорю, ну, здорово, это действительно замечательно. Вовчик в этом году тоже вас догонять начинает. Ну да, да. В Володе Яковлеву тоже немало. Я не знаю, сколько точно, но как минимум трое уже есть. Может, уже больше. Я не знаю. Короче, подход. Четверо вместе с Андрюхом. Ну, расскажи что-нибудь, Андрюх, как это стать? Третьим? Третьим? Да вообще никак. Дувайс, знаешь. В нормальном таком пиздорезе. Грубо говоря, даже и не... Как это сказать? Блин. Ничего особенного. Единственное, я жалею очень сильно, что я дальше никому не проехал. Слушай, ну, мы уже сказали, неоднократно на эту тему говорили, что все для этого есть и в следующем году надо. Да, я очень сильно надеюсь, что следующий год пойдет, но более... Мы прям все очень-очень верим, потому что... Спасибо. Я постараюсь. Кстати, я не помню, какая это была Россия. Вот, Русу тоже расскажу. Чемпионат России. 2015, по-моему, год. Что-то такое. И Андрюха там выступает в категории, я даже не помню какой. До 80-ти я выступал. До 80-ти. И Александр Федоров комментировал категорию, я смотрел онлайн-трансляцию. И говорит, вот по этому человеку, говорит, категория 96 килограмм просто плачет. Ну, и я с ним был полностью солидарен. Ну, и как показала практика, ну, Александр Федоров знал, о чем говорит. Я даже помню, того же я про Андрея знал, и у него была реально крутая форма. Я помню даже с кем он работал. Он был спонсировал в те времена, так все. Помню, что тоже ребятам, кто его поддерживал, он очень как спортсмен нравился. Ну, каким-то долгим тернистым, но Андрюха пришел. Да, все-таки до Олимпии, я надеюсь, мы на следующем году доберемся. Лучше. Сейчас быстро спрошу, пойдем качаться. Вот, ну, то есть, в моем понимании твоя квалификация на Олимпию будет. Однозначно. А с визой что? С визой что, и как в Америку туда попасть? Слушай, ну, с визой мы будем работать, как только будет известен календарь. Потому что я буду прямо вот с весны, как только я определюсь со стартами, на которых буду пытаться получить квалификацию, параллельно с этим сразу же начну готовить визу. Потому что, ну, я надеюсь, что за год-то уж точно можно будет сделать. Почему нет? Просто я помню, что Ашотик перестал выступать после того, как Ашотик Громанян. Когда Ашот был дважды получал квалификацию, и еще во времена, когда было все оттепель, суперлояльный. Даже куда он квалификация получал? Что-то было на Олимпию? Я думаю, у него один раз только выступал в троп. Нет, он же в Умынии, по-моему, в квалификацию. В Умынии он стал четвертым. То есть не было разными? Нет. Он про карту там получил. А в Фроун вышел один сезон. Не было в Умынии? Не было в Умынии на Олимпию. Нет? Ну что ты перепутал, перепутал, не так услышал его. Но он сказал, что я не буду выступать, пока не будет визы. Ага. Типа нахер выступать, если не можешь поехать? Ну, блин, возможно, да. Он сказал, что он не будет пытаться, пока не визу, может спит. Это, кстати, очень хороший вопрос, какой-то слабакет. Хорошо. Контрабанды отправим. Через Мексику. Друзья мои, сегодня такой звездный состав в Профпампе. Давай, сейчас мы. Кто узнал, где мы Азамат, Кирабаш, Монтору сегодня в зале? Все ответственно. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы ближайшие? Планы. Отдохнул, восстановился. И дай бог на весну. Уже по-серьезски за Про-картой. Дай бог. Вот. И бомбить дальше. Как в начальном этапе говорил, цель Олимпиад. Дай бог все получится. Пробьемся. Ну, я смотрю, в последнее время и раньше этого не было. Очень много спортсменов говорят про Олимпию и планируют попасть сюда. Раньше никто не планировал. Раньше все топтались на России годами. А сейчас у многих есть план понимания того, что это возможно. Сколько ребят получают про-карты? Да, конечно. Помнишь, были времена, когда про-карта все просто святое, 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 недосягаемое. Сейчас как бы наши ребята... Что? Через сколько лет на Олимпии будет половина ребят из России? Дай бог. Я думаю, в ближайшие годы наши все-таки туда доберутся и как минимум будут выступать на хорошем уровне. Будем все смотреть, топить. Будет приятно как-никак за Россией, да? На Олимпии, е-мое. Не один там спортсмен какой-то, а когда уже целая команда будет ездить. Грядкой? Да. Осталось только потом решить вопрос ребятам с визами, мне кажется. Это самый главный вопрос. Ну, я чуть-чуть начал уже этой темой заниматься. Дай бог все получится. Есть всегда выходы, если сильно захотите. Кстати, ребят, если у вас сейчас есть визы, вы культурист, я вот прям искренне уверен, если мы за матом спросим его мнение, я уверен, что он смотрит и следит. Я смотрю на турниры американские с проквалификацией. На мой взгляд, уровень 70% турнира в Америке такой, что наши ребята, даже чемпионы городов, могут там забирать прокарты. Нет, ну это вообще без вопросов. Это я еще давно наблюдал, да, уровень в Америке, там, скажем, любительский, но он намного хуже, чем наш. Именно любительский. Про это уже другой вопрос. Да, вот. Ну, про как бы наши тяжи как бы не очень, да, могут выстрелить. Туда нужны хорошие, как бы, финансовая такая поддержка, вот. Не только, так сказать, мозги и финансовая поддержка, и такая бешеная мотивация, сам понимаешь. Такую мотивацию у нас тоже мало у кого есть. Вот. Так что, дай бог, тоже они помнятся. Я хочу, так, по секрету скажу, стартануть, там, 1-2 турнира чисто так, да, для себя, билдинги выйти. Думаю, до 90, нет, думаю, до 95, скорее всего. Не сливаясь, ничего, чисто так. Выйти посмотреть, как выгляжу среди больших дядек. Вот. Если нормально все, может, и будем большой бодибилдинг верить. Кинетически, как бы, крепление мышц позволяют. Хочется все-таки тоже, да, в классик физик тоже. А ты можешь много кушать? Очень много и долго. Вот это моя самая большая. То есть, я так понимаю, даже для тяжей наших, это же реальный труд на кухне, там, сумасшедший. Это самое вообще для меня тяжелое, когда ты, знаешь, пихаешь в себя уже через немогу, да. Просыпаешься, не потому, что ждет тяжелая тренировка, а ты думаешь, что у тебя ждет большая тарелка с едой, ее надо съесть. Вот, а так, да. Ну, думаю, до 95 есть и так, я могу нормально. А вот с тарелой уже точно нет. Это слишком много. С толстым, да? Это слишком много надо туда в себя впихивать, кушать, тренироваться. Я такой, знаешь, не такой фанатичный, как в этом спорте, да. Мне хочется достичь каких-то результатов, которых изначально я себе поставил. А так, я, ну, более семьянин. Понял? Мне хочется и там успевать, и там, да. Чтоб семья была хорошо, то, что в голове, чтоб болтает. Тебе от всех пацанов. Мы будем болеть. Отдыши. С Андрюха, наверное, думает, Халецкий, который ходит и говорит, говорит и говорит. Пока, душа, болтает. Ребята, это для вас, для вас, для вас. Я потом закончу снимать, я тяжело доработаю еще плечи. А пока, IB Pro, следите, как надо делать. Ну, вот это, по одной руке. У-у-у-у. Специально руку согнул. Здоровая была. Видишь камеру? Напрягайся. Мы ищем лямочки. Мы будем делать сейчас подобие остановой. Такие. Лямочки, клямочки, наверное. Такие не затягиваются. А, просто держалки? Ладно. Сейчас разберемся, они работают, самое главное. Не, у меня с тобой есть, но в чемодане. Если прямо сейчас будет мне тяжело, я залезу в чемодан. У меня в чемодане наколенники. Ты с чемоданом здесь? Да. Ну, я с чемоданом приехал, конечно. Сейчас потом отсюда заселяться. Мыться, бриться, одевать футболки блестящие. Ехать красивые, модные, блядь. А как ты это деловой стиль одежды? Слушай, нет, там сегодня... Блядь, я типа качок, мне разрешают так ходить. А вообще этот дресс-код прописан 3 дня. Каждый день свой дресс-код. Я ни хера не подготовился. А то я вот на этих выходных был на дне рождения. Пришлось искать рубашку. И как? А, я видел это сторис. Да, с большим трудом. В итоге ушивали. Купил платье, да? Да. Ой, а что ты, больно? Вот. Заболтал меня. Что, накидывать? Хотя там одной рукой не получится, этот блин. Смотри. Да? Ебать. Почему не получится, смотри. Да. Ну из чего его сделали? Из металла. Блин какой-то. Я привык блинами для кроссфита заниматься. А тут настоящие, тяжелые. Вот. Кажется. Кажется. Ну, допустим. Держится? Держится? Работает. Смотри, не оставь их. Я думаю, что нравится. Я думаю, что я не забыл. У Руслана свой метод выполнения положения. В целом голова кружится, когда делаешь тягу вместе с другой тягой. Такая вариация, типа, у качков есть силовая выносливость. А то начнут, понимаешь, все. У-у-у-у. 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 Пока Андрюха делает мое любимое упражнение. Пушочек мешается на камере. Ванька водянов сказал, что уже выбрал турнир, на который он готовится. Поэтому, Ванька, давай всем расскажи. Это ты так решил. У-у-у-у. Да ладно, что ты? У меня... Подожди, с краю. Как ты красивый тег? Где у тебя работа сторона? Не крути камеры. Я сам встану. Вот здесь вот. Вот так с краю камеры. Ты понимаешь, что она вытягивает? Вот типа я это... Ванька, сейчас даже камера не вытянет. Сейчас куда не вставать. Смеяться уже над это... Над дрещами. Грех смеяться над дрещами. Подожди. Ты 127 лет подряд на ютубе смеялся над дрещами. Ну, было здорово, да. Ну, я не смеялся. Я все время... Здоров, дрещи там. Я же любя. Я же любя. Я себя тоже дрещом. Как дрещь когда-то может стать качком при большом желании? Это не точно. Ну, в смысле? Нет, при большом желании сможет. Просто здоровым стать, наверное, да. Просто здоровым. Просто здоровым. Ну, качком вряд ли. А вот ты здоровым, да. Здоровой массой, например, да. Может стать любой. Вот. Рано или позже. Надо постараться захотеть. Особенно если... Нет, нет. Постараться больше, чем захотеть. Хотят многие, мне кажется. Слушай, ну, знаешь, вон... Илюху Голубочкину снимали вчера, да? Блядь. Ну, его чем не корми. Ой, у него проблемы. Вот ему надо есть. С утра там очень есть. Чтобы хоть что-то набрать. Я его спрашиваю про вес. Я там думал, ну, где-то там хотя бы за 115-120. Вот. Там 90... Я такой... Чего? Ну, казалось, 98. А вас... Ну... Так рост у него сколько? А вы 20 метр 80, наверное, вы слышали. Вот. Ему вот надо есть, 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 есть. И не факт, что он съест. Нет. Может быть, знаешь, со временем поменяется что-то в организме. И тогда да. Да-да. А сейчас... Вот. Как бы... Тяжело. Мне тоже тяжело. Я вот... Мне проще не есть. Я как только закончил в себя впихивать. Межсезон ушел. Из которого я до сих пор не вернулся. Не знаю. Вот. Я сразу дрещаю. Прям вот совсем. Потому что один раз в день ем макс. Знаешь, вот сигареты две-три пачки в день. От никотина не набираю? Нервяк такой. Курятина я думаю. Курю. Курятина. Вот. Нервяки. Ты сам знаешь, что такое бизнес. Не по носушке. И в какой категории риска мы находимся с нашими сердцем и инфарктами. И, блядь, проще хуйнять. Но это уже все. Мы с тобой уже там... Я тут был у кардиолога. Бегал по дорожке с присосками. Я видел. Да. Ну, как кстати? Как кстати? Ну, сказали, что на удивление все хорошо. А как еще это... Сказали, до сорока можешь сильно не напрягаться. А тебе сколько сейчас? Трицать три. Трицать три. Я все по... На десять лет. На девять. Так что я уже... В зоне риска? В зоне риска? В зоне риска, да. На самом деле да. Надо брать курить. Я все думаю. Брось курить. Начать качаться. Вот. Потому что вот уже, честно говоря, это... Но, то одно, то другое, то третье... Вот. Ты не думаешь, если нужно начать качаться, это как-то бизнесу поможет? Нет. В не поможет. Знаешь, что бизнесу помогает? вот сейчас я снял снимаю наверное 6 7 ролик после того как вот у меня там контент был мой авторский и этом херамика у всех обсуждал всех и собственно говоря и две-три пищи просмотров стабильно набирал и все да а вот сейчас буквально за месяц наша работа мы где-то один-два ролика выпускаем у меня сейчас такой всплеск везде в инстаграме на ю тубе во всем да и везде делаем вот и вот тебе пожалуйста прогресс то я один пытаюсь вытянуть из себя что-то да ну не андрей скоромная у меня нет миллионов аудитории вот и мне приходится вот как бы вот сейчас переформатироваться пришлось и мне это стало интересно я 2 дыхание я да да я отдаю дань бутибилдинг ваня ждут снимаю ребят пошел нахуй и знаешь я могу сказать вот мы когда ролик снимали с ваней на самом деле так это успелись можно сказать потому что вот в плане взятия интервью иван вообще красавчик он прям еще не вживается сопереживает полностью за меня больше отвечал значит хочу хочу сделать хочу это чтобы он не попросить его на видео пересказал еще с подробностями читал ну что здорово кончилась кончилась возможность записи в прошлом ролике поэтому закончу сейчас в общем всем спасибо за просмотр поставьте лайки где поддерживаете ребят спасибо вам огромное я уже успел слетать в питер я сегодня уже вернулся в москву точнее вчера вернулся в москву срочно экстренно что-то там у нас вот кому интересно как я сейчас выгляжу вешаю 100 килограмм в общем что будет сегодня да будет немножко дел работы посмотрим возможно это будет стартом маленького блогика а может и не будет поэтому разберемся а ну ладно давайте на мажорном на что-то в москве и оба насидовать москва москва небоскребы небоскребы люди ходят этот труселя по подоконнику ставим вот на это на бизнесменском но вкусить это сфоткаться на фоне башен у меня такой фотки нету нет я же не как все мы же нормальные пацаны и девчата ладно чё ребят здорово всем привет все вчера прошло я хочу утомился прилетел домой я в два ночи остался сегодня после много утра отвез уже доченьку школу и сейчас перед офисом у меня тренировка что основная мышечная группа это дельты но видите начал я сжима на грудь под практически 60 градусов включается передняя часть 3 дня дельта легко работают средние дельтовидные грудь болит после тренировки болит но решил я под под добить хочу сделать небольшую спецификацию на грудные они неплохо начали восстанавливаться после этой сушки вешаю примерно сейчас около сотки где-то там было видно форму я показывал в принципе сразу я без отдых планирую делать делаю супер сет машина 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 как песни с музыкой и помирать веселее дальше наверно смысл снимать тренировку нету формате блога странно это просто играет музыка а словно мешает с вами разговаривать всю тренировку снимать я не буду во-первых неудобно сломал во вторых наверное не сильно тоновым надо по плану супер сеты жим в тренажере под 60 градусов махи примерно по 5-6 подходов дальше жим стоя штанги вес будет умеренный все еще беспокоюсь за плечо есть некий дискомфорт от сухожилия бицепса но он значительно легче я себя сдерживаю не увеличиваю веса рабочие но не считаю тренировки с андреем мельниковым да там конечно спина болела 1,3 потом в остальном веса стараюсь держать специально умеренные дабы дать еще какое-то время для восстановления сухожилия бицепса очень хочется тренироваться очень хочется улучшать форму в принципе не знаю почему появилось определенное желание еще какие проекты запустить дополнительные по работе в общем поэтому тупо спасибо чтобы есть не не тупо реально огромное спасибо за вашу поддержку вы разрываете директ очень много пишите кстати да внизу есть инстаграм мой ссылочках есть telegram не скажу что прям он очень живой но в телеграме иногда вводят самые лютые скидки на разные товары наши именно для самых вот прям вот подписчиков подписчиков близких поэтому кто хочет подпишитесь на телегу адачу по тренировочке как потом жим штанги стоя потом задняя дельта в кроссовер из верхнего блока и потом трапеция трапеция что-нибудь либо в смите я поделаю тягу рейдера либо какой-нибудь тренажер найду потому что такой вот ангарчик очень близко к моему офису 2 вовсе ехать до 4 минуты это очень удобно плане тренировочного процесса поэтому я здесь занимаюсь хочу подтянуть и подходе пойду подтянуть просто суперсета не очень нарядно поэтому полноценно неплохой зал вот ладно все короче погнал качаться всех обнял движемся дальше остался практически один месяц когда вы смотрите ролик уже меньше месяца до нового года значит нас еще есть время очень мощно выстрелить еще двадцать втором году и в двадцать третьем это все просто еще сильнее развить в каждом из ваших направлений личного роста финансов ваших отношений здоровья все можно сделать лучше а Продолжение следует... 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 терминал c шереметьево и я забыл брать взять камеру в офис не забыл камеру в офис вот так не скажу что здесь нарядненько сейчас скажу здесь нарядненько это будет вранье я заводил себе чай из хорошего здесь есть сахарозаменитель уже пол первого ночи пол первого ночи горячего чая дыхать приземлился люди приехали в аэропорт мы пообщались об кашляли вопросики ой короче что я посплю если я простусь рано я пойду побегаю он позавтракаю да и все и выезжать в аэропорт завтра утром завтра утром уже открывается уже вылетаю в норсултан вы думаете есть это у нас типа редисон что в родились они есть в холодильнике есть ничего но это хорошо знаете чем хорошо пустой мини-бар пустой мини-бар хорош тем что я ничегошеньки не съем это тоже здорово вот завтра показывать будем если да кивни или если да маргани два раза кстати кто думает что я кашу почему-то в сторону знаете почему а теперь вы будете смотреть скорее всего пока я не говорил вы не заметили потому что камера вот здесь вот 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 на пи 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 камера но вот тут справа экранчик и я рефлекторно смотрю на монитор было бы лучше если бы монитор открывался наверх над камерой а не сбоку но по сути-то он раздела чтобы отставить картинку я даже сейчас понимаю что я пытаюсь правым глазом смотреть на право а левый смотрит прямо в общем ребята я не косоглазый вот смотрите смотрю на бутылку глаза ровно могу вот так сделать вот слышно дурацкий звук когда я пью горячая бой я короче съел еще то есть в аэропорт уже работает макдональдс но там уже сняли вывеску кстати на пару так будет наложить с собой протеинчики фунапа не упала слава богу сейчас мы чуть-чуть активируйся чуть-чуть поработаем самую малость и прям все вот 10 минут от силы потому что невозможно просто выключаюсь правильно стучился сейчас будем пульт избавимся телевизора чтобы не светил мы идем выключили цвета номер один плюс вот я пока шлепнулся радисом это всегда хороший матрас хороший матрас залог хорошего сна воздух кондиционер в этом плане нареканий нет все очень комфортно ну их пока не чисто и свежо тут тебя убираются отмечать многих гостиниц россии